С АЭСТ мы работаем еще с первых дней ее образования. С 2008 года. Я даже уже не знаю, сколько у меня джандиров, как я в Финляндии был, там мне сказали, говорит, Николай Николаевич, не вздумай сказать Фину, что у тебя там 8 джандиров. Я говорю, почему? Я же их не украл. Мне лучше не надо, не расстраивайте фермеров и все остальное. Поэтому работаем мы с первых дней. Трактора, ну вот я могу как инженер сказать, что трактора действительно джандиры, это вот, ну, наверное, инженерная такая мысль, ну, нету лучшей, вот честно. И класс хороший, и дойч фар, но джандиры, это, конечно, сказка. И вот за эти годы я просто мечтал, почему нет программы Требин, да? Да, да. И вот в этом году мы все-таки дожил. Вот, вот, восьмерка, это для пахоты самый такой мощный трактор. И вот до сих пор, вот, как бы там ни удивлялись, как бы там ни говорили, но я до сих пор сам удивляюсь. Наша отечественная техника, вот, прорабатывает 5000 моточасов, и уже требуется ремонт. 20000 моточасов мы загнали в отличном состоянии, просто жалко было менять. Ну, не было директора предложения, там, подсунуть бы какой-нибудь другой, там, а этот оставить. И мы бы могли еще оставить его работать. Но вот трактор 20 тысяч моточасов проработал. Ну, остальное... Да, мы в этом году по программе трейд-ин забрали трактор. Он, насколько я помню, 2000, по-моему, 9 или 10 года наработал 20 тысяч моточасов, вот, и мы его забрали в счет оплаты нового трактора, вот, и поставили в этом году новый трактор, новую «восьмерку». Это интересно сейчас, особенно, вот, клиенты, которые имеют трактора, которым, ну, с большой наработкой, хотят новый, обновить парк свой, да, чтобы не искать, кому продать старый трактор, либо еще что-то мы забираем и поставляем новую технику. Ну, я хочу добавить то, что вот правильно сделано, вот, и на инженерном, как бы, такой линии, что вот они забирают даже старый, да, ну, требуется небольшой ремонт. Не каждый может купить, там, за 20 миллионов трактор, да. Ну, допустим, они его продадут за 5 миллионов. И человек просто хотя бы поймет. Вот за 5 миллионов лучше взять трактор «Джандир» старый, взять там, там, МТЗ, вот это, 10-12 или там какие. Потому что человек поймет. Я вот знаю, что некоторые берут старые трактора, а потом просто заражаются этим и говорят, ну, все, теперь я куплю новый трактор. И это то, что у них есть база ремонтная, они могут это ремонтировать. И в строй обратно возвращать трактор, это, конечно, большое дело. Ну, кому как. Трактор «Джандир» используется в хозяйстве и для уборки картофеля, и для пахоты, да? На различных. На все. И культивации. Он универсальный трактор. Универсальный трактор. Ну, я хочу сказать, если бы мы не перешли еще 15 лет на импортную технику, у нас не только трактора, у нас и культиваторы все, ну, образно, 85% это импортная техника. То, как бы тут громко не сказано было, у нас бы не было такой урожайности. Ни почем. У нас бы не было такого качественного сделания почвы по всем полям. И самое главное – качество и сроки. Вот сейчас, когда вот такие климатические передряги, намного влияют сроки. Или ты быстро посеял, быстро прокультивировал, быстро убрал. И вот благодаря этой импортной технике. Я не знаю, если бы мы работали просто, вот, как раньше, на отечественной, мы бы не достигли никогда. Да не надо было браться за 1200 гектар картофель. Это точно. Не надо было браться, это просто… Мы бы ее не выполнили. Поэтому спасибо, конечно. Конечно, АСТ, оно все с годами перестраивается. Если раньше, допустим, были споры, что суббота, воскресенье, там что-то там нужно было, они не работали. Да, сейчас АСТ перестроились. Молодцы. Спасибо огромное. То, что в воскресенье, в субботу, я могу звонить директору. Тут же выезжает сервисная служба. За час, за два сделали, и я уже в поле. Вот это для нас самое главное. Но обидно те фирмы, которые говорят, а у нас сегодня суббота. А у нас когда суббота или воскресенье. Поэтому для сельского хозяйства этого нет. Надо убирать хлеб. Один, второй. Поэтому вот сейчас у нас действительно плодотворная работа. И иногда не смотришь, сколько там. Вот приехали, там подписываешь. Сколько там они берут за услуги. И ты просто в благодарность молча подписываешь. Или наоборот, когда нету ни отклика, ничего. Просто халатное отношение. Ну тогда и не хочется с такими фирмами работать. Ну да, да. Я ага.